Общество врачей неотложенной медицинской помощи Это все те, кто пришли к нам за отчетный период Хочу сказать, что к первому съезду у нас было более 600 человек Потом ко второму добавилось 160 На сегодняшний день у нас уже более тысячи членов нашего общества Это очень отрадно Правда, менее хорошо у нас обстоит вопрос о сборах членских взносов Менее половины сдали взносы, а не сдавших еще очень много Поэтому прошу вас подумать над этим вопросом Здесь на слайде руководство нашего общества Президент, вице-президент, члены правления Координационный совет, контрольно-ревизионная комиссия Хочу сказать, что у нас 12 раз за отчетный период Проходили заседания правления общества Ежегодно общество ревизионной комиссии проверялось Финансовая деятельность, нарушений не было никаких И хочу еще раз сказать вам, что общество и институт Калифосовск И являются соучредителями журнала «Неотложная медицинская помощь», Который зарегистрирован в 2011 году Всего вышло 20 номеров, за отчетный период 12 Ну и хочу похвалиться тем, что с 2014 года у нас основные журнальные статьи Оригинальные переводятся на английский язык А с 2015 года ВАГ включил этот журнал в перечень основных печатных изданий Сейчас мы работаем над тем, чтобы приводим в соответствие работу журнала С требованием базы Скопус И вот, соответственно, с этими требованиями у нас давно работает сайт нашего общества А сейчас в соответствии с требованиями Скопуса создан отдельно сайт этого журнала Куда можно зайти и прочитать всю нашу текущую периодику Ну, это просто вот из чего складываются наши средства и наши траты Вот траты наши прежде всего связаны с тем, что мы закупили 14 выставочных модулей с пультами Далее у нас куплены, извините, 14 выставочных модулей с мебелью 200 пультов с программой для обеспечения интерактивного голосования Оборудование для синхронного перевода Использование этого оборудования уже многократно оправдало те затраты, которые мы на них произвели Первый съезд учредительный прошел в апреле 2012 года Было около 1000 человек из различных регионов страны Были очень подняты вопросы горячей точки неотложной медицины А второй съезд был приурочен к празднованию 90-летия Института скорой помощи И прошел в октябре 2013 года В нем приняли участие более 1000 человек из 47 регионов нашей страны и зарубежья А вот хочу также сказать, что общество принимало самое активное участие в организации и проведении торжеств Освященных 90-летия Института, которые были в Кремле перед проведением нашего второго съезда И действительно было очень много поздравлений И общество приняло активное участие в печатной продукции, в организации этого съезда В создании фильма «Склиф. Живая история» Ну и вот за отчетный период мы считали своей важной задачей проведение научных конференций Всего их было проведено 10, а вот за отчетный период 5 Но более крупные из них – это актуальные вопросы неотложной хирургии к 115-летию со дня рождения Петрова Более 300 специалистов было из Москвы и из 10 регионов В ноябре 2014 года прошла конференция неотложной помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения Там было уже около 500 человек из 26 регионов Очень интересная была конференция И в октябре 2015 года прошла конференция с международным участием Боль, проблемы и решения Зарегистрировано более 500 человек из почти 30 регионов нашей страны Ну и из Москвы, конечно Вот в апреле 2016 года, это первая проба пера, прошло первое выездное заседание пленум управления На базе регионального отделения Владимирской области С проведением научной конференции, посвященном новым технологиям для отложной медицины Это наш первый опыт Но, как нам показалось, он был весьма плодотворным И самое главное, выявил большую заинтересованность региону в проведении подобных мероприятий Вот сейчас с таким подобным предложением выходит к нам руководство регионального отделения из Казани По поводу проведения организации выездного заседания уже в 2017 году Ну, вопрос по подготовке кадров волнует очень многих И в частности наше региональное отделение, которых уже, как вы слышали, 31 Знаете, вот мы предложили такую форму обучения Когда на протяжении пяти рабочих дней бесплатно члены правления, заранее, соответственно, договорившись Члены нашего общества могут проходить на рабочих местах в профильных отделениях института Знакомиться либо с методами, либо со способами, либо с новой техникой и так далее После этого врачи получают сертификат общества врачей неотложной медицины Который подписывается президентом общества И тем ответственным за обучение, как правило, это научные руководители отделения С конкретным перечнем, указанием того, что человек чему научился, что прослушал и так далее Но я не буду говорить про медаль Юдин Здесь сегодня много говорилось про нее Были награждения Это тоже вот идея общества, которая была, как мне кажется, очень успешно реализована Это наши печатные продукции за отчетный период Была очень хорошая сделана книжка об институте к 90-летию института И хорошие были календарики, которые ежегодно в течение трех лет выпускались Они пользовались спросом и об институте, и о наших региональных отделениях, и о нашей деятельности и так далее Сегодня первый день идет работы третьего съезда врачей неотложенной медицины На эти правления, конечно, провело огромную подготовительную работу Поэтому мы хотим сказать, что были разосаны материалы Вам выдан пакет участников, где очень хорошие тезисы, с нашей точки зрения, получились Около тысячи человек зарегистрировалось Но сегодняшний день не заканчивается Хочу вам напомнить, что у нас еще второе пленарное заседание с очень интересными докладами Прошу обратить на это внимание И вот здесь профессор Завражнов ознучил, что завтра у нас еще второй день Где будут сначала проходить 10 наших секционных заседаний, 3 сателлитных симпозиума с утра Потом будет работать полевая кухня А потом в час дня начнутся учения межведомственные, показательные Я думаю, что они будут всем интересны Поэтому, в общем-то, милости просим в Институт Склифосовского завтра Субтитры сделал DimaTorzok